Карта сайта в Elementor Pro. Зачем это и что это такое? Это плагин Elementor Pro для удобства пользования вашим сайтом пользователем. То есть это страница дополнительная для вашего сайта, где удобно будут выведены, например, все страницы, рубрики, статьи в одном месте, то есть именно заголовки. Это нужно только если у вас очень большой сайт и много-много статей. То есть удобно будет перейти человеку на эту карту сайта и быстро сориентироваться, как ему перейти на ту или иную статью вашего сайта. Давайте рассмотрим данный плагин в этом видео. Меня зовут Федор Васильев. Итак, давайте для нашего плагина мы с вами создадим новую страницу. Как обычно я перехожу в страницы, добавить новую, назову ее «Карта сайта», название вписал, нажимаю «Опубликовать» и нажимаю «Редактировать в Elementor». У нас страница открывается, находим с вами вкладку «Сайт» и вот здесь вот есть «Карта сайта плагин». Перетягиваю его сюда. Изначально у нас показываются страницы, то есть сейчас в данный момент действительно у меня есть все вот эти вот страницы и категории. То есть без рубрики у меня есть категория «Вордпресс». Сразу мы с вами смотрим страницы. Как правило, страниц не так уж и много, да, на сайте обычно много бывает категорий, рубрик или много статей, поэтому я бы страницы, наверное, в карте не выводил. Здесь, смотрите, смотрим слева страницы, кликаю по страницам и здесь источник я выбираю записи. То есть переименовываю место страницы, будут у нас выводиться записи. Ну и рубрики пускай вводятся, только поменяем их вот так местами. То есть сначала пускай идут категории, потом идут страницы. Естественно, здесь не страница, здесь у нас записи, поэтому вот здесь заголовок меняем. Записи пишем или пишем там статьи, как хотите. Значит, и поменяли записи, источник, да, сортировка по дате, то есть последние новые статьи в самом верху и по обыванию. Если по возрастанию, тогда старые статьи будут в самом верху, оставляем по обыванию. Иерархический вид, если делаем, то глубина я рекомендую оставлять все. Для карты сайта вывод категорий и записи этого достаточно. Больше вам, в принципе, вводить здесь ничего не надо. А колонки, смотрите, как отображать. То есть вот одна колонка, они будут вот так друг за другом. В две вот так. То есть если две, я бы, наверное, так и оставил. HTML тег заголовка H2, в принципе, можно оставить. Добавить nofollow. Здесь мы не добавляем nofollow, потому что это внутренние наши ссылки на наши статьи. Здесь нужна индексация поисковыми системами. Это ни в коем случае мы не включаем здесь. То, что у нас в категориях сейчас выводится без рубрики, вот это. Просто не оставляйте какие-то рубрики неудел, которые у вас там тестовые. Их просто удаляйте, отключайте. Они здесь выводиться не будут. Только нужные рубрики. Также здесь есть дополнительные опции, где вы можете выбрать, например, вот здесь вот вручную и вот здесь начать набирать заголовок статьи, которые не надо выводить. Вот я начал набирать конструктор страницы, она у меня здесь исключилась. То есть какие-то записи можно исключать из карты. Вот сейчас я вернул ее на место. Что касается мобильности, да, то здесь, например, я бы уже не оставлял в две колонки, сделал бы вот так. То есть для компьютерных в две колонки, для планшета в одну колонку, естественно, для телефона, смартфона в одну колонку. То есть мобильная версия моментально здесь настраивается. Далее переходим теперь в стиле, внешний вид. Здесь у нас отступы, вы видите, вот отступы от края. Отступы внутри можно задать, цвет с заголовком, ну то есть цвет с самим заголовком, там категория записи и так далее. Не забываем выбрать типографию, ваш шрифт здесь выбираем. Дальше элементы списка, это именно статьи ваши, рубрики цвет. Не забываем также назначить шрифт. Маркер рядом, видите, там такие точки идут, какого цвета вы хотите их задать. То есть у меня это такие вот тоже синие, например. И выбрать это стиль круглый, дальше округлая, дальше квадратная и вообще без этого маркера. То есть на ваше усмотрение, выводить или нет. Ну и расширенные опции, думаю, здесь объяснять нет смысла. Давайте нажмем обновить, перейдем на сайт. А в меню карту сайта мы не видим, не забываем то, что нам нужно вернуться в консоль, перейти в внешний вид, перейти в меню и не забыть в меню добавить карту сайта. Ее нужно добавить, если у вас в настройках не выбрано автоматически добавлять страницу. Вот здесь вот галочки не стоит, тогда нужно вручную добавлять данную страницу. То есть вот здесь у нас страницы, вот она карта сайта, отмечаем ее, добавить. Вот теперь карта добавлена, сохраняем, обновляем вновь. Вот карта сайта, я перехожу. Карта сайта у нас добавлена, единственное остается скрыть вот этот вот заголовок, он нам здесь не нужен. Для этого нам нужно перейти страницы, все страницы. Карта сайта, редактировать в Elementor я нажимаю. Кликаю по настройкам в левом нижнем углу и скрыть заголовок не показываем. Ну и здесь тоже посмотрите, возможно я бы добавил 50 пикселей отступу снизу. То есть зайду в карандашик нашей карты, расширенные, отступы снаружи. Сверху 50 и снизу 50. Еще раз обновляюсь, так сказать, доводим до ума, обновляемся. Вот теперь смотрится гораздо-гораздо интереснее. Теперь очень удобно, например, по любой статье отсюда я кликаю и перехожу, действительно, в развернутую статью. Или также можно кликнуть по рубрике и перейти в рубрике. Например, WordPress. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, вы сможете приобрести его, перейдя по ссылке в описании. Покупая плагин Elementor Pro, вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся в следующем видео.